Беззаветно тебя мы любим, света русская наша земля. Анастасия Хапина пришла в ансамбль «Чаровница и добрый молодцы» четыре года назад. Она поет, танцует и даже увлекается вышивкой. Причудливыми узорами девушка украшает костюмы для выступлений. Простые рубашка или сарафан в ее руках сразу превращаются в настоящие произведения искусства. Каждый человек талантлив, уверена Анастасия. Главное – найти занятия по душе. У нас есть фланкировка. Помимо этого мы занимаемся резьбой по дереву, мы занимаемся вышивкой. Очень много чего делаем. Поэтому все русское народное ремесло – это тоже близко нашей душе. Такие вот шедевры. Этим можно пользоваться, из этого можно есть. В Самаре по крупицам собирают историю казачьего войска. В Доме культуры Победы прошел праздник казакий на страже мира. Здесь и ярмарка казачьей формы, оружия и изделий прикладного творчества. А выставка архивных фотографий посвящена истории возрождения волжского казачества. Черно-белая съемка – это 1990-1999 годы. Фотографии. Периоды по Самаре, по Самарской области, других местах, где участвовали самарские казаки и воолжские казаки. А цветные – это уже современный день. Это фотографии 2020-2023 год, показывающие об участии казаков в различных мероприятиях. В концертной программе приняли участие ансамбли народной песни «Потешки» и «Родничок», фольклорный коллектив «Горлица» и другие. Праздник прошел при поддержке администрации Самары, Самарского казачьего землячества и Ассамблеи народов Самарской области. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.